Пугающие цифры. За минувший год в Сарове зарегистрировали 9 ДТП с участием нетрезвых водителей, по вине которых погиб один человек и 12 жителей города получили повреждения разной степени тяжести. В этом году зафиксировали два ДТП, в одном из них пострадал ребёнок. Это ДТП случилось у нас 9 мая на переклёстке Зернова-Арзамаска, когда водитель в нетрезвом состоянии, управляя машиной «Газель», припаруется налево, не пропустил встречный «Фальсваген-Пассад», в результате которого ребёнок, который находился в детском кресле, на заднем сидении. Водитель этого пассада выполнил все требования правил дорожного движения, но, тем не менее, в результате действий нетрезвого водителя ребёнок получил телесное повреждение. По статистике не только Сарова, наиболее тяжкие ДТП происходят именно с участием пьяных водителей. Так как человек в этом состоянии не может правильно оценить опасность, у него замедленная реакция, а потому даже самые незначительные ошибки в управлении источником повышенной опасности автомобилем могут привести к страшным последствиям. «Еженедельно мы проводим профилактические мероприятия по выявлению нарушения правил дорожного движения, связанные с управлением транспортным средством в состоянии алкогольного пьянения. Минувшие выходные не были исключением. Мы работали в усиленном режиме в пятницу-субботу, и два водителя, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного пьянения, были нами задержаны». Патрули проводят и в будние дни. Так, в середине недели, ближе к утру, сотрудники госавтоинспекции остановили водителя машины ВАЗ-2109. Саровчанин был в состоянии наркотического опьянения, что подтверждает результаты химико-токсикологического исследования. Сейчас в отношении задержанного решают вопросы возбуждения уголовного дела. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.